добрейшего времени суток на связи антиквар добро пожаловать во второй фоллаут наши приключения продолжаются прошлой серии оборвалась внезапно стремительно на минорном аккорда но в общем не буду вдаваться в детали какие записывал было мало времени ну короче говоря получилось немножко скомканно но сегодня-то мы доберемся до конца итак мы нашли способ что тут можно фолла фоллауте в анклаве рвануть вот этот вот что это суперкомпьютер наверное взрывается и в принципе нам дается время на эвакуацию но местные ребята против чтобы мы эвакуировались спокойно поэтому было принято решение стек здесь победить ну такой вот теперь надо найти соответственно место где это сделать то есть нам нужно здесь всех победить кстати я посмотрел интереса ради что нужно было чтобы уговорить ученого выпустить вирус в тут можно выпустить вирус в систему вентиляции базы нужно всего 120 красноречия так что какие бы я там варианты не выбирал у меня шансов сделать этого банально не было так мы вырезаем всех здесь вырезаем всех наверху и потом посмотрим где-то еще надо будет или нет этажей тут много так что разберемся в общем смотрим подходящее место может как-то вот отсюда начать или вот отсюда вот этих двух победить товарищей огорошить их так сказать ну и потом будут забегать а мы тут будем степс всех встречать и радоваться да а тут их трое серьезно блин ну базар кстати так себе работает нет не серьезно это как-то мы короче говоря или я чет не понял насчет автоматического оружия или игра от стрельбы прицельными от прицельной стрельбы импульсной винтовкой она гораздо гораздо более эффективно и то есть может нам из гаусса вообще его убивать но тоже как-то слабо слушать а как убивать то это ребята в супер брони да то есть с остальными должно быть полегче то есть видимо в броне как у нас можно им сюда подложить что-нибудь можно интересно они не расстроятся если мы бомбу здесь заложим акта нам 1 нужно расстроиться болен ясно ну вообще логично да что они расстраиваются рванет или нет но в плане нанесет им какой-то урон или нет 20 на 1 10 ставить но они все выходят я тут же стою то есть если нанесет урон то так всем вместе да и они из гауссовых винтовок тоже бьют очень даже ничего на бомба лежит но ясно короче говоря ясно что так дело не пойдет так а как им сунуть в карман то есть тут понятно что можно сделать вот так и же надо сначала типа зависит активировать я дайте я такого не делал вроде как увидел что такое можно делать дать попробуем нет подождите он он расстраивается надо короче наверно где-то за стенкой это сделал чтобы он не видел до поднять и ему принести в карман положить они будут на нас обижаться интерес ну типа мало ли кто там что положил да куда охранник получил 13 здоровье то есть мы в карман положили взрывчатку парню и он получил 13 здоровья серьезно но я даже не знаю что сказать другим и жестко он будет стрелять интересно у нас во всех тут или как вот этот молодец парень взялся загородил парить какие не дураки до через другой выход весна вот эти меня немножко смущают ребята которые там стали с пулеметами и совсем остальным ну и ход у них пошел новый раз они все тут отметиться по мне ранение на 71 ну так хочу нет просто на 71 четырех череде его не убивай как и тут собрался вырезать их на базе достаем индикатор чё патроны беречь ну тут проблема в том что у нас впереди такой парень ждет крупный которого тоже надо чем-то убивать но видимо да видимо надо доставать как говорится хочу делать 148 это повеселее да при смерти а может теперь его из винтовочки до стрелять люблю все беречь том числе и патроны но экономика должна быть экономной на те в ответ на 14 кстати а надо было же наверное съесть до нашу химическую всякую штуковину чувствует себя повеселее 23 шабурон то поменьше заходила елки-палки да давайте мы все-таки сделаем потому что бить нас будут много стрелять по нам не понял а ну да не туда нажал стрелять по нам будут много сто процентов критов по плану со снайпером поглядим короче говоря ну кстати говоря да можно подорвать реактор получить перк снайперы уже с ним пробовать не но тогда время будет идти я хочу как хорошо время не шло есть план как раз в том чтобы не было обратного отсчета ну по идее тут зачистим этаж базы надо его только зачистить и получим нормального опыта блин но мне место не нравится кстати тут что-то как-то что-то прям нам не рады собакам обещают нас кормить куда это годится может что-нибудь подальше день вот здесь чтобы они к нам бежали пока там прибегут дабы утупить стоять так нам нужен только бафа уже псих она мне нужен психосилы увеличивает можно без зависимости пожалуйста я и так с ней ходил 8 недель вот как так один раз принимает сразу зависимость супер стимулятор стопроцентное привыкание блин ну не был же я прошлый раз пробовал интересно какой шанс на это что она сработает или не сработает высокий могу сказать точно что высокий ну все теперь мы готовы к всему да тоже он конечно не каждый раз выдает хорошие повреждения о парень с ножом побежал так охранник получил критическое ранение на 758 здоровья семьсот пятьдесят восемь а эти не бегут да и подалеко от них они не слышат я не возражаю что вы не бежите общем мы теряем карму потому что это гражданские типу интересно вы получаете пять карму вы теряете 10 карму вы уж разберитесь я и получаю или теряю он мюрый может не поговорить можно было может но видишь у нас красноречие серьезном минусе поэтому поговорить то можно было только толку немного отговорили не получается так ладно а еще знаете какой у меня вопрос почему из она на гауссовой тип не импульсная да все вопрос отпал хотел спросить почему от импульсные винтовки как от импульсные винтовки же люди получают урон да не вопрос не отпал урон люди получают от импульсных гранат нет только роботы это как так работает наш импульсная винтовка была мы ее продали так как пользоваться не умеем но вопрос это остаются ну давай приятель дал в этой броне повеселее ребята отъезжают критическое ранение на тут крит 1166 урона да вы получаете 5 карму короче не ясно никто не бежит но бой мы завершить не можем ну и ладно давайте посмотрим что у них было разнообразим так сказать контент эх конечно армию можно вооружить с тем что у ребяток тут тут было у а у этого был в индикатор прикольно мы можем все это поднять можем оружие так ну ситуация с патронами немножко выправляется а вот он ключ то наверно один ключ у президента до для атомной бомбы вот около второй ключ был у тома мюрре а не у того ученого все ясно но лучше поздно узнать чем никогда да жаль что нет гауссового пулемета ну кстати да гауссовый пулемет нам бы норм зашел это правда какого то вот паренька с пулеметом тоже наверно гауссовый или нет еще один вылет чё бы нет так ладно не будем лечиться я понял что вы против этого дела так вот он он побежал ничего тут его подождем где-нибудь вот здесь да давай товарищ а все побежали ясно ох вы молодец и и нашим и вашим называется причем себе то больше урона наносит это вообще сейчас некрасиво было на сто пятнадцать ну хорош ребята можно без критов что так крит уйти как я так не верну не критовал лучшие годы это их и не было лучших лет а можно как-то подойти поаккуратнее чтобы бежали сразу не всей толпой или нет или нет или да вот он один бежит же в продала чуть продолжая бежать не теряя настрой ну так и будем выманивать чё делать вот это уже тоже индикатор мне чет кажется или другой звук выстрела кто разбирается на 4 урона он нам нанес 4 при смерти ну давай добей не хватило ну что это такое стимулятор со мне у него хоть другую до судя по звуку я проверим что там у него было у него гатлинг лазер вообще нам не наносил урона ну богатлинг лазер дело в том что у нас против него хороший очень резист до 90 процентов броня дает ладно ну погнали дальше получаете карму что-то я вообще не понимаю по кому принципу здесь карму дают или не дают подошел с гранатами паренек вот это было эффектно ничего не скажешь так ну пробуем полечиться давайте большой попробуем съесть так чтобы нас не выбило ну и чем пожаловали ну да мы уже видели уж тина патроны конечно улетают с этого ну вот против вот этих да уже мне кажется вот против вот этих отлично в обычной броне пойдет и этот и базар блин мне прям жалко патронов ничего не могу с собой поделать а тут турелька сюда хватает два выстрела они да ну по этой броне он и из гауссу и 85 залетает только в путь ребятки возбудились в мощной броне опа на горит тебе так не подставляем сразу под всех 92 дай чтоб вы все были здесь здоровы и максимально счастливы ну вот гад такой отошел главное и на тебя логично черт но сейчас здоровья кончится да с хорошей вероятностью так 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 ладно не отчаиваемся кайф антиквар фоллауте мне жалко патроны антиквар в герои меняем ценные ресурсы на дерево да без проблем спасибо за поддержку антиквар такой разный в разных условиях хорош лично с этим справились он у него ракетница 1 заточенная об как мы тебя да вот раз два раз дал так играю два стимулятора год съел помогли те твои стимуляторы кончились пули самый неподходящий момент крепкий ученый у них должно будет по 40 50 здоровья у них 70 ну 70 точнее они бахают и еще по ним бахаешь они еще стоят до 7575 единичку опыта от этих можно кстати не трогать до их трогать можно отправляться на другой этаж я думаю так о в ремонте будем разбираться лазерная винтовка не нужно никому лежит а к в шкафчиках у вас чего хорошего мы тут и не были даже не сунули свой длинный нос сюда так все ставим обратно индикатор мы нашли патроны нему мало патронов нашли 100 патронов на две очереди вот даже как неловко за вас анклау цель что за винтовочка тут вот по идее еще должна быть со . или нет ли это всего лишь мечты мечты нет и по патрону всех видов по чуть-чуть так чем мы тут запишемся хотя а вот отсюда мы это же никуда дать штуку не вела по моему или вела и у нас выход там оттуда поэтому нам туда надо никто не расстраивается смотреть никто на нас не нападает молодцы что скажешь ну да это какой-то не до лифт значит идем там чистить сколько нам до уровня совсем чуть-чуть надо будет тоже за куток какой-нибудь найти посимпатичнее в порядке на робот нормально так что тут вообще есть ребята стоят здесь ребята стоят а при том что мы здесь уже проводили до наше мероприятие а робот это скорее всего тоже будут нас атаковать да что это мне подсказывает и вот эти парни он если мы уже могут оказаться агрессивными называется почему я не удивлен лохов вроде тебя и ем на завтрак да ты что что там нам все начинают сбегаться или что вроде нет вроде все в плюс-минус в порядке хорош все четыре очереди ну да ждем короче крита или стреляем до посинения а вот они бегут как вот этого надо встретить на подлете даже горит не думай прощить проще просить пощады мы как-то вроде бы не то чтобы сильно об этом думали 16 что-то так себя вдаль работает 21 ругается еще посмотреть на него вот хочет нам сказать выглядит тяжело раненым 106 и выжил но сейчас по идее уже ответ пошла дядька убежал охранник еще пусть и очень уже они тут агрессивные пишут собственно такого мы тут прям делаем страшного ну подумаешь очищаемся дорогу к выходу мы все-то хотим отсюда уйти если что если что не а а а а а а а а а никто не смеет бить меня так нормально кстати на 140 очков здоровье просадили супер стимулятор супер это плохо супер от много хп да он себе восстановил ну ладно чушь делать не помогло но только не помогло свежательно и не балочек на подходе охранник получила критическое ранение потеряла 129 очков здоровья при отсутствии брони удар сбивает ее с ног что врете у нее есть броня мы знаем раз поднимется еще и побежит нам супер стимулятор съела прямо в легкое говорит тяжело раненый и и Так, ничего, надо подлечиться. Угу. Вроде нормально. Не отъехали. Не вылетели, точнее. Это что такое, плазменная винтовка? Может быть, я застрелим как-то уже. Нет, смотрите, живее всех живых. Жёстко, конечно. Оп. Уровень. Заходим. В общем, должен быть снайпер, да? Наши нам намекали. Снайпер. Вы в совершенстве владеете огнестрельным оружием. Это способно сделать любое попадание критическим при условии успешного броска удачи. А вот это вот замечание про успешный бросок удачи, что такое? Ну ладно, мы в любом случае это берём. Ну и посмотрим, как мы теперь будем бахать. Так, что тут у нас неосмотренный? Или полно таких? Ну да, вот эта вся куча неосмотренная. О, у парня при себе был только презерватив. Мне кажется, Анклаву надо было посерьёзнее относиться к моральному облику своих членов. О, вот он с чем был, с импульсным. Ну тогда понятно, да. Суперстимулятор. Серьёзно я тут, ребят. Ну пойдём сейчас президента бабахнем. Так ладно, не буду я тут всех обыскивать. Вряд ли будет что-то такое. Да, импульсное оружие, конечно, это круто. А это что такое? Шариковый кляп? У девушки был шариковый кляп? А зачем, слушайте? Ну-ка, давайте сюда. Давайте поглядим на шариковый кляп. Сомнительное сексуальное устройство. Поверьте, вы не хотите знать, для чего это нужно. Поверьте, хотим. В чём нам не рассказали, что это такое и зачем это нужно. Так, ладно, выкинули. Шариковый кляп. Так, ну чё, погнали, там роботы. Роботы нас ждут. Слушайте, а у нас тут-то вот от этого патрона уже кончаются. Бозор при всей своей экономности. Всё равно требует... Ладно, хватит, я думаю. Тут вроде как уже плюс-минус. Да, ну надо, наверное, вот этих сразу зачистить в любом случае. Они нам будут мешаться и турелька, и вот этот товарищ. В крайнем случае будем бахать из гауссового ружья. Девушка с характером. Девушка с фантазией, я бы сказал. Не знаю, как насчёт характера, фантазия точно на месте. А, там вон ещё паренёк стоит. И оба с пулемётами. Так, всё позиция, конечно. Девяносто четыре. Крит. А, у нас же криты сейчас будут лететь. А, ну тогда пофиг, кстати, дальше мы будем ходить. Да, читерный, короче, навык. Чё, прицельно не стреляю, не могу. Я же выбрал себе стрельбу навскидку в начале игры. Всё, тогда нет вопросов. Да, со снайпером здесь, конечно, делать нечего. Ну, в плане проблем никаких. Тогда мы тут, наверное, с гауссовой винтовкой уже справимся с тем, кто остался. Хотя ты не остался особо никого. Правильно. Кто тут остался-то? Видимо, вот так задумывалось, что это будет работать через перк-снайпер. И там уже, в общем, без разницы, какое у тебя оружие. Ну, там, понятно, что не совсем без разницы с 9-миллиметровым пистолетом, с этим самым... Ну, там, ты не придёшь. Просто банально не будешь урона наносить. Но в целом, да. А гауссовый пистолет 5 выстрелов в заход будет делать, слушайте? У нас же есть гауссовый пистолет или нет с собой? Не поднимал я? Ну, ладно. Ладно. Вообще, наверное, читы. Тут роботы стоят. 5 урон получили ни за что, ни про что. Так. 60. 54. А сколько у тебя всего? При смерти. Ну, можно не лезть на рожон, но туда отойти. Пухлая блондинка решила вступить в бой. Интересно. Я бы тебя не тронул. Но раз ты настаиваешь, что тебя надо потрогать, ну, значит, потрогаем. Ну, давай, виндикатор. 370. Нормально. Так, ну, давай, блондинка, еще раз. Отрабатываю удар ногой. Оп! Тут долг... Вы получаете 5 единиц... А, это карма. Я думал, 5 единиц урона, но ногой по мне треснуло. Тут, по идее, берцовая кость должна была ломаться. Точнее, они не берцовая, а какая? Какая там кость? Да, неплохо. Да не, босс с одной очередь-то не отъедет. Там же у него здоровье нереальное количество. Что-то тысячи или что-то такое, насколько мне известно. Вы теряете 10 карм. Ничего, что она сама на меня напала. Я теряю 10 карм. Вице-президент Бёрд умер. Не повезло. Ну, давай. Президент. Кобиль Ричардсон, или как там его тут назвали. Ого, ничего, синюю здоровью. Упал четко, прямо в вице-президента. О, охрана бежит. Интересно. Да. В общем. Тут надо было просто получить 24 уровень до анклава и взять себе снайпер. И все, да, и никаких проблем тут бы не было. Так, что там в президенте было? Ключик. Карта доступа президентского уровня. Слушайте, а красную я не взял там, да, у ученого? Может посмотреть, как эта бомба работает. Что-то без разницы на самом деле. Будем всех добивать. Или эти не мешают, пусть стоят. Ну, он один. Ну, ему-то одному скучно будет, да? Добежим, наверное, чего уж. Шума звери какие. Да, какая жесть. Просто какая жесть. Не, за ключиком, наверное, сбегаем. Посмотрим, как это должно было работать. Интересно же. И надо было, конечно, поговорить с тем парнем. Ну, ладно, уже поздно. Уже все равно. Чё, ну и стоят. Ребята стоят. Так, где-то тут был вот этот. А чё я ключ на не поднял? Поленился? Лень это, конечно, так себе порог. Ну, вот он, видимо, да? Красная карта допуска реактора. Карта допуска президентского уровня. Карту допуска президентского уровня даже уникальной сделали. Визуально чисто. Так, где-то у нас бомба-то. Опять-таки давайте полечимся. Нам впереди предстоит супербой. Суперсложный. В скобочках, видимо, нет. Видимо, не суперсложный. Слушайте, ну мы, конечно, по этому супер-эк-мутанту будем наносить отличный урон. Криты, да, бахать. Но он-то по нам тоже будет бахать. Будьте благонадёжны как. Так, единственное, знаете что? Единственное что? Нам надо понять, куда бежать. Тут же сейчас оповещение какое-нибудь могут что-нибудь перекрыть. Ладно, разберёмся, наверное. Добро пожаловать, бла-бла-бла. Активировать бомбу. Так, ну вот нам говорят то, что нужно. Две формы. Вставить красный ключ к карту реактора. Карта принята. Отмена безопасности формы 1 выполнена. Второй уровень безопасности по-прежнему включён. Ставить ключ безопасности президента. Ключ карта принята. Отмена безопасности формы 2 выполнена. Активировать бомбу. Бомба активирована. И сдетонирует в течение 5 минут. Ошибка в процедуре обратного отчёта. Обратный отчёт переведён на 5 секунд. На 5 секунд. Матерь Божья. То есть всё, мы умерли. Пустыня поглотила вас. Ароя посылала и других на поиски. Это потому, что у меня науки не хватило? Или почему? Жёстко. Так, ну ладно. Тогда. Ошибка, говорит. 5 секунд до взрыва. Чувствую, если играть тут. Ну, пытаться без сохранения. Представляете? Вот так играть-играть. Прийти сюда. Типа вот так сделать. А тут такая оказия. Ой. Наверное, когда люди без сохранения пытаются играть. Они уж тут досконально всё изучают. И знают. Ну, давай, бомба. Бахай. А чё, обратный отчёт где? Может нас на... Не понял. У нас как бы ещё есть. Больше бомб хороших и разных, или чё? А, вот, всё. Всё пошло. Полное расплавление. Ясно. Странно, что сразу не написали. Ну и ладно. Не написали, а не написали. С учёными, главное, всё нормально. Стоят такие. Никаких проблем у них. У коровы нет других забот, что называется. В каком смысле непонятно, как их открыть? Так и было задумано, или что? Ладно. Тут есть запасная лестница. Ооо, а у нас тут что, ребята ещё, что ли? Серьёзно? Ладно. Будут расстраиваться, когда мы придём? Не, не будут. А, правильно, что расстраиваться? Тут прям их нормально же. Я и забыл, прошу тут ещё на этом уровне. Так, 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 так. То есть нам просто вот сюда. Ну, окей. Мы как бы не возражаем. А с этим побеседовать можно, или что? Стоять! Что ты тут делаешь? Пытаюсь вернуться к моим людям, да? А, собственно, кто ты? Не твоё дело. Пытаюсь вернуться к твоим людям. Я что-то у меня, сознание мне выдало какой-то вариант. Пытаюсь вернуть доверие к людям. Что-то странное. Аберрация сознания. Пытаюсь вернуться к моим людям. Ну, а тут такое дело. Тот псих, агент Хорриган. Хорриган. Он вот туда только что рванул. Он всё ждёт, чтобы кто-то сюда ворвётся. Кто это? Он, он какой-то генетически спроектированный урод. Был телохранителем президента. Агент секретной службы Фрэнк Хорриган. А теперь он больше, чем наполовину машина. У меня прям коленки трясутся, заткнись. Ничего себе. Ну да, он ещё хуже. Он тобой просто пол вытрет. Он крепкий, быстрый и просто гад. Я навидался, что он творит с мутантами. Приятного мало. Я не мутант и вообще. А что он, кстати, творил? Давай лучше замнём. Мне потом кошмары снились. Скажем так, эти стены покрыты отнюдь не ржавчиной. Похоже, пройти мимо него будет непросто. Самое большое. При уменьшении года. Жаль мне тебя, дружок. Правда жаль? Жаль меня, ты лучше себя пожалей. У вас поджарился управляющий компьютер реактора. И скоро будет взрыв. Так, ну ладно, это тусите здесь. У меня дела. Всё равно уже трупы. Наслаждайтесь. Последние минуты на этой земле развлекайтесь. До свидания. А, ну то есть, всё в порядке, да? Никто не расстроился. Ну вот он стоит. Перед вами гигантская человекоподобная фигура в броне. Ну, пойдёмте ещё. Гигантский человекоподобной фигуре в броне. Ты зашёл куда дальше, чем следовало. Но ты пока и не встречался с Фрэнком Хорриганом. Всё, выродок. Ты попал. Пришло время умирать. Ась, какой такой Фрэнк? Я Фрэнк Хорриган. Вот кто. Секретная служба Соединённых Штатов. Никуда ты отсюда не уйдёшь. Угу. Постой, давай попробуем договориться. Всё, поговорили. Время на разговоры вышло. Будет так. 10 очков здоровья. 23 очка здоровья. 14 очков здоровья. Критическое ранение. 92 очка здоровья. Удар повреждает его на грудную пластину. Он выглядит раненым после этого. 127 очков здоровья. Итого уже 200+. Да, он по-прежнему выглядит просто раненым. Идёт такой паренёк. И меня что-то представляло, что он по нам будет бахать сильнее. Пока Крит не залетел. Чувствую, сейчас Крит залетит. По нему-то каждый раз Криты залетают. 170. 92. Выглядит тяжело раненым. Ну давай, дружище. Просто переживи вот этот момент. Будет хорошо. Лечиться надо. 140. Всё ещё тяжело раненый. Жёстко. Это жёстко. Так, отсюда же можно было перезарядиться, ёлки-палки. Нормальный такой босс. Ну, у нас с собой было. Всякое разное. А эти нас будут бить? Опа! 130 очков! Какой кайф! Ну и что, вставать лечиться? Блин. Ну, наверное, надо лечиться, а что делать? Сейчас просто отъедем, да и всё. Ну, было понятно, что когда по нам пролетит Крит, будет очень-очень больно. Максимально больно. Ну и таки, да. Максимально больно и стало. Гады. Надо было их там застрелить, да? Я что-то думал, они не будут лезть. А они лезут. 80. Да хорош уже, дай мне пострелять-то по тебе. Алло. При смерти. Ну ты при смерти был, ты должен был сейчас упасть. Так, мы не увидим следующего рассвета. Хе-хе. О-о-о, с Гатлин лазером пробежал. Оп. Оп. Живи. Нет. Хе-хе. Не случилось. Это нечестно. Это был сейчас нечестно максимально. Слушайте, а что бы мы тут делали, если бы не прокачали снайпера? У меня один только вопрос. Ну, ребят, вы сами этого хотели? Не убил? Ничего себе. Жестко. О-па. А теперь он сюда идет? Интересно. Ладно. Минус 48. Елы-палы. О как. О как. Нет, ну тоже мне не нравится такая диспозиция. О-па. КОНЕЮ. пошел решил что разговаривать мы не будем и правильно это типа загородил проход всем что-то они все расстроились и не подошли к не пошли дальше так ну ничего ничего прорвемся так очередной вылет очередной монтаж погнали дальше очередной трупик в общем все как положено 1272 урона да по фрэнку такое залететь просто не может я так понимаю вот он он подошел так ну что еще одна попытка нужно этого сначала убить правильно чтобы он не мешался банально и теперь с фрэнком о по фрэнк получил критическое ранение потерял 110 здоровья удар заставляет телохранителя упасть на колени и отчет новенькая тут он до этого не присаживался до присаживался не присаживался вместо трех раз выстрелил в 2 все что и поменял эту ситуацию 96 ну погнали стимулироваться а то сейчас у закончится так же как в прошлый раз оставим все дополнительно два очка действия которые переры перейдут в класс брони мало ли отчет у нас от защитит затем урона он залетел 14 86 86 стабильность признак мастерства до 89 урона жестко ладно папа ну-ка присядь на коленочки опять лечиться что а 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 может имел смысл его импульсными гранатами побахать если он как бы типа не человек или не имела как себя чувствую что кстати при смерти до пора умирать фрэнки не хочет просто отказывается фрэнк хорриган получил критическое ранение потерял 83 очка здоровья удар повреждает его на грудную пластину фрэнк хорриган мертв а ты ты не победил ты и твои дружки выродки вместе со мной попадете в большой большой грибочек я только что запустил самоуничтожение работа будет продолжаться ты ничего не добился только подписал себе смертный приговор долг честь храбрость морская пехота у у отскочила головеха так не знаю зачем в общем закинем куда-нибудь можно было красноречие кстати в плюс вывести танкер отправляется следующая остановка сан-франциско а 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 и а а а и выживания деревенских жителей позволило новому поселению расти и процветать. Два поколения воссоединились, а их спаситель, избранный, стал старейшим и правил деревней много лет. Старейшая Ароя прожила еще много лет после уничтожения Анклава. Она очень счастлива, что древним разногласием между убежищем 13 и выходцем из убежища пришел конец, и много раз говорила вам, что хотела бы, чтобы он сам был жив и мог видеть это. Уверевшись, что новое поселение процветает и находится в полной безопасности, старейшая мирно отошла во сне. Большинство старейших жителей Ароя считает, что теперь она живет в убежище на небесах и рассказывает выходцу из убежища о ваших подвигах. Связи между ушельцами и жителями Мадока крепнут все больше. Благодаря усилиям этих двух народов, Мадок процветает и снабжает пищей все ближайшие районы. С уходом Мецгера рабству в этом районе пришел конец. Заведение Бекки быстро росло. Благодаря своей репутации честной владелицы бара и казино, Ребекка Дайер скоро встала перед необходимостью выкупить заведение своих конкурентов и расширить дело. Дыра процветала и вскоре приобрела репутацию жесткого, но честного сообщества. В последующие годы город-убежище сильно пострадал от атак разбойников. В конце концов ситуация стала столь отчаянной, что граждане были вынуждены попросить помощи у НКР. Через месяц большой военный отряд из НКР прибыл в город-убежище. Так началась оккупация города-убежище, который вскоре стал одним из северных приграничных городов НКР. Вскоре после уничтожения Анклава в семье Бишопов родился ребенок. Ребенок был совершенно не похож на Бишопов и больше всего любил бродить по пустыне. Когда ему исполнилось 13, он возглавил семью Бишопов и повел ее к победе над остальными семьями Ньюрино. Он тихо скончался во сне в возрасте 73 лет, так и не узнав, кто был его настоящим отцом. Хотя убийца был пойман и наказан, никто так и не узнал, кто же на самом деле убил сына мистера Райта. Об убийстве больше не вспоминали. Эта глава в семейной истории Райтов остается закрытой. После оптимизации реактора Гекко стал получать излишки электроэнергии. Правительство города-убежище было не в силах противостоять внутреннему давлению и отдало приказ захватить Гекко, чтобы взять реактор под свой контроль. Мирные гули Гекко провели остаток своих дней в рабстве, служа городу-убежища. Время от времени до вас еще доходят слухи о Гарольде. Судя по этим слухам, дерево, растущее из его головы, стало больше и даже начало приносить плоды. Говорят, что семена этих плодов очень выносливые и прорастают даже в каменной почве пустошей. Очень скоро золотоносный город Реддинг оказался в положении куска мяса, раздираемого на части тремя голодными хищниками. И скорее, чем думали многие, от куска мяса под названием Реддинг не осталось практически ничего. Город-убежище Ньюрино и Новая Калифорнийская Республика оставили на месте некогда процветавшего города бесплодную пустыню. Теперь на том месте, где когда-то был Реддинг, лишь высохший остов. Вскоре после вашего отъезда в Брокенхиллс взорвалась пороховая бочка расовых предрассудков. Люди-расисты сражались с мутантами, гулями и теми людьми, которые рискнули встать на их сторону. Немногие выжившие уничтожили рудник, чтобы никто не смог воспользоваться им. И ушли в пустыню. Помощь, оказанная вами в связи с убежищем 15, побудила Новую Калифорнийскую Республику начать цивилизовывать своих соседей. Хотя им предстоит еще многое преодолеть, теперь у НКР есть опора в северных пустошах. Благодаря поддержке Новой Калифорнийской Республики, скваттеры убежища 15 вскоре стали самодостаточными и полезными членами общества. С вашей помощью когти смерти из убежища 13 стали процветающим сообществом. Когда их стало слишком много, и они перестали помещаться в убежище, они предприняли мирную кампанию с целью расширить свои владения. Ши процветают. Они создали средство на основе трав, которое способно очистить от радиации окрестности их обожаемого города. Хотя это вьющееся растение не может расти на другой почве, ши выращивают его на своих землях. Они продолжают разрастаться, формируя основу новой империи. Что касается бродяг из танкера, что ж, как и полагается бродягам, они бродяжничали. Уничтожение анклава стерло со страниц истории все следы пребывания у власти президента Ричардсона. И теперь слово президент обозначает чудище вроде буки, которым пугают детишек. Хотите ли вы продолжить игру? Да. Хотим продолжить игру. Так, друзья мои. Что я предлагаю сделать? Сейчас на этом запись летсплея будет закончена. Сейчас будет прощание вот это все, а потом мы посмотрим, можно ли было полутать Хоригана, отвечу на вопросы. Ну, вот это вот все. Итак, для тех, кто смотрит летсплей, наше прохождение подошло к концу. А вот эта вот последняя нарезка, после того, как мы отплыли из анклава, и рассказали, с какими сообществами что случилось, она может меняться, в зависимости от того, как ты проходил, в каких поселениях был, какое наследие за собой оставил, какую память у людей. И, в общем, ну, мое прохождение вылилось именно в такой рассказ. Думаю, что те люди, которые проходили сами, более подробно и скрупулезно освоили пустоши, видели несколько другую картину. Ну, в целом, было здорово, очень круто было погрузиться в атмосферу второго Fallout. Это одна из моих любимых игр, особенно учитывая, что тут был контент новый для меня, который был восстановлен Restoration Project. Спасибо огромное Майну, который помог мне получить эту сборку. Хотя она в конечном итоге была не вполне стабильная и донимала вылетами во время попыток лечения, во время прохождения, и потом необходимостью делать монтаж в сериях. Ну, это как бы мелочи, удовольствие на самом деле. Вот игры Fallout 2 сильно испорчено не было. Да, было просто добавлено немножко пикантности. Поэтому всем, кто не играл во второй Fallout, я рекомендую это делать. Но единственное, что если вы хотите поменьше боли, играйте все-таки с прицельными выстрелами от плазменного оружия, в конечном итоге это будет попроще. Ну, хотя, как только вы берете перк снайпер, как вы видели, уже твое оружие не сильно, скажем так, как на что-то влияет, да. То есть любые мощные пушки уже позволяют комфортно играть, комфортно все выносить. Ну, в общем, до 24-го левела и получения перка снайпер, конечно, если позволяют навыки его получить, да, в анклав лучше все-таки не соваться. Не повторяйте моих ошибок. Все, друзья мои, за всем позвольте откланяться. Это был Антиквар. Делитесь эмоциями и впечатлениями, оставляйте ваши комментарии, рассказывайте про свой опыт игры во второй Fallout, в другие Fallout. Высказывайте пожелания, предложения, просьбы, как всегда. Всем удачи и до встречи. Пока.